Вам часто приходится оттирать от плиты убежавшую наки, а потом долго варить бульон на медленном огне. Вам надоело ловить сбежавшее молоко? Тогда попробуйте готовить с крышкой невыкипайкой. Это настоящий прорыв в кухонных технологиях. Силиконовая крышка невыкипайка устроена таким образом, что пенищий бурлящий поток выходит наверх крышки через специальные лепестки, оставляя варочную поверхность сухой и чистой. Ань, ты вообще представляешь, что значит для каждой современной хозяйки приобретение вот такой вот крышки невыкипайки? Я только сегодня увидела эту крышку и уже поняла, насколько она упростит нашу жизнь. Ну а для тех, кто еще не догадался, о каком замечательном предмете сегодня пойдет речь, ну и, конечно, для тебя, дорогая моя, я попросил приготовить пять кастрюль, в которых варятся продукты, имеющие свойство выкипать или, как говорят наши дорогие домохозяйки, убегать. Итак, у меня здесь варится горох, рис, макароны, пельмени и даже молоко. Фу, выкипание это ужасно, это грязная посуда, это грязная кастрюля, грязная плита. А если выкипает бульон или молоко, тогда приходится варить все заново. Ничего не придется варить заново, дорогие мои, если на вашей кухне появится крышка невыкипайка. Вы только вдумайтесь в название. Крышка невыкипайка. А вот почему она невыкипайка, я вам сейчас расскажу. Крышка сделана из высокопрочного силикона, но самое главное у нее внутри вот эти лепестки. А теперь внимательно смотрите, как она действует. Друзья мои, когда вы кладете крышку на кастрюлю, в которой что-то варится, пенящийся поток поднимается наверх, проходит свозь лепестки и оседает внутри самой крышки. Фантастика, лишняя пена у нас теперь под контролем. Абсолютно верно. Причем то, что варится внутри кастрюли, даже на самых высоких температурах, продолжает вариться без вашего участия. Вам теперь не нужно следить за процессом. Но это не самое главное. Самое главное, что с крышкой невыкипайкой на вашей кухне всегда будет чисто. Тем, кто хочет сохранить варочную поверхность в чистоте. Тем, кто вынужден оставлять плиту без присмотра. Надоедливое переливание через край боли не будет вас беспокоить. Независимо, что у вас готовится на плите. Все остается в кастрюле и готовится на максимально возможной температуре. Экономим ваше время и энергию. Денис, мы здесь уже минут 10. У тебя постоянно что-то кипит. Мы разговариваем. Но ты совсем не следишь за процессом. Пены нет. Правильно. Но процесс же под контролем крышки невыкипайки. Но если ты, дорогая моя, думаешь, что это все, на что способна эта чудо-крышка, я тебя сейчас удивлю. Как ты думаешь, что у меня здесь готовится? Это креветки на пару. Мое любимое блюдо. Но приготовил я их при помощи все той же крышки невыкипайки. Я взял кастрюлю с водой, довел ее до кипения, сверху поставил крышку невыкипайку, на нее положил продукты, которые я хочу приготовить на пару, и накрыл обычной крышкой. Удивительно. Но и это еще не все. Крышка невыкипайка идеально подойдет для жарки на сковороде на растительном масле. Ты когда-нибудь обжигалась кипящим маслом? Да, очень неприятно. Я бы даже сказал больно. Так вот, это все в прошлом. Во-первых, крышка невыкипайка сохранит температурный режим внутри сковороды и не позволит маслу брызгаться. Ты сказал, что крышка силиконовая. А мы очень любим силикон на кухне, потому что он совсем не вредный, прочный, гибкий и очень хорошо моется либо под краном, либо в посудомоечной машине. А еще силикон устойчив даже к самым высоким температурам. Он сохраняет свои фантастические свойства при температуре до 260 градусов. А это значит, что крышка невыкипайка будет выполнять свою работу не только на плите, но также и в духовке, и в микроволновке. А также отлично подойдет для сохранения свежести продуктов в холодильнике. Крышка невыкипайка – это удивительная альтернатива обычным крышкам. С ней у вас ничего не убежит, не выкипит, не будет брызг от раскаленного масла. Все останется в кастрюле и приготовится на максимально возможной температуре, сэкономив ваше время и энергию. Продолжение следует...